бедствие юбка то висит а паплю я спрятала куда-то хотела сохранить нет наверно даша верила что домоуправление сделать вот такая жизнь что тут сделаешь везде рукописи только в ящиках никакой поклинит так вот все волнует не просто как как знаешь как враги ну и чем я теперь за дело тут есть поклину остатки вот такими дураки алёша не умеем ничего добиться как говорит мой муж только дураки и чувствуют свежесть жизнь эмира могут ее передать 20 лет за стекло все так но изгнил она никак не закрывается до конца плотник хотел закрыть подкисать разбил раму ушел больше не появлялся зима наступила каждый день я унижалась просила их сделать нет ничего невозможно любить ну значит только этого мы стоим если бы мы стоили другой жизни нам бы господь дал другую жизнь продолжаем чтение глав из романа воспитание пермской писательницы нины горланды настя поняла что люди становятся хорошими когда ссориться от них в это время можно что-то получить она поняла это на всю свою жизнь и совсем скоро сама научилась ссорить мать с соседками стоило лишь сказать матери что соседки жучков и своей муки сыплют в их шкаф как мать шла и рассыпала их муку по кухне и обнимала дочь однажды мать сильно оттолкнула старую колоду от раковины на кухне а та пообещала подать в суд я колода а ты лучше да посмотри на свой нос через волгу мост весь распух от пьянок то и как он у тебя еще не провалился в глаза ты наплюю тебе сейчас сквозь умывание плеск пообещала мать после этого мать оделась красиво и куда-то зачем-то ушла а настя все сидела и представляла что у матери провалится нос если на переносицу что-нибудь упадет пушкин больше что ценил людях мы это знаем по татьяне который он восхищался она была не тороплива не холодна не говорлива без зора жадного для всех без притязаний на успех без этих маленьких ужинок главное простота естественность такой же была и натали поэтому так важно быть самой собой я всегда говорю счастье это быть самой собой никакого другого счастья не то если надо тянуться за кем-то в рот смотреть вздыхать и думать ой ой я все хуже то так жить невозможно какие-то простые пельмени я могу постряпать что-то сложное я уже могу конечно мои бедные дети не видят ничего особенно вкусного но в то же время и не сказать что я там их вот совсем не люблю не кормлю люблю кормлю но просто но что для еды что ли родились господь сказал в поте лица своего вот в поте лица а если в поте лица живешь то все вкусно еще мне удивляет что пельменем они говорят надо кетчуп или майонез на пельмени и так вкусные зачем кетчуп зачем майонез вообще счастье не на путях расширение удовольствия там ведь конца нет там бездна один раз у них была двухнедельная какая-то вечеринка мы две недели не спали и мой муж вышел и задушил наташину подругу я только слышу крики страшные выскочила стоит слава вот с крестиком в трусах лежит лариса наташа надевает дубленку я вас суки посажу наконец-то я вас посажу убегать милицию вызывать я зеркало ри ларисе подношу лариса не дышит ну вот даже не писать что со мной было я говорю слава что ты наделал он где то что я говорю ты же убил задушил ларису вам как я этого совершенно не помню я вот тут поняла как в детективах пишет что убийство было совершено состояние эффекта мы уже были верующие это было очень давно конечно я так перекрестилась господи что нам делать ведь нас посадят помоги нам и лариса встала сутки через двое вот так его не забыл хай вельвелович которого все звали витальевич в воскресенье ждет окончательное решение это хорошее дело да сутки через двое ну это решился вопрос считается работой все сразу-то не сказать был захвачен вихрем свинке так это чей-то чай убираю чистое но сейчас я приобретаю слава половину наполовину вятске наполовину молдаванин букур переводится как счастье бухарест от от слова букурешки приносящие счастье ну в самом деле много счастья было у нас дети романы письма читателей многое другого а читатели забочусь я но подтекст а то и два смысла внутрь заложить это славина работа архетипы обдумать в общем много глубокого и обычно идея славина я допустим еще думаю ага что то там он как ну как что это же гамлет видишь он с отчимом ну допустим про подростка рассказал в конце тоже бывают споры слава 90 процентов мои вот это меня очень обижает я начинаю сначала кто тебе с дивана поднимал кто говорил слава вставай миленький дорогой ангел мой радость начнем это я кто по десять раз перепечатывал после твоих правок это я теперь 90 процентов твои но 70 слова говорит до 70 кто в сумках рылся юмор искал реплики одежду пейзаж ну ладно 55 мои 45 то есть до 50 50 он никогда не соглашается вот такой мужской амбиционизм ну ну что делать как говорит одна моя знакомая страшно сказать еще недавно мы не знали что такое сексизм это конечно про настю которая чавкает приканчивая под шумок уже третий апельсин бармача здесь столько витаминов как древний ящер она резким движением головы отрывала от сочной оранжевой мякоти кусок за куском и давясь глотала глотала с локтей у нее уже капал золотистый сок потом несколько сладострастных судорог передернула ее маленькие организмы они а не не забылим нет 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 Есть вопросы по поводу книжки? Нет. Спасибо. Амир хочет слушать? Кутерты – это большие отношения в начале книжки. Да, кутерты. Почему он убит от друзей? Я всегда говорю, что вдохновение пахнет горелым полотенцем. Полотенце стало как березовое, такое все в черно-белую полоску. Зато стихи написала про березовое полотенце. Ну вот футболку-то здесь можно прополоскать, а вот под одеяльник очень трудно. Но и это еще не самое трудное. А соседи в очередь, им тоже нужна раковина. Ну, и оборжусь, что у нас не пахнет. Что я все равно каждую неделю меняю постель. Строго каждый день кипячу полотенце. И несмотря на все эти трудности. Все-таки я справилась. Только вот бывает, что об картину руки запачкали. Могу простыню так туда стекать, повесить. Могу недовыжить, экономить усилия. В общем, не сдаюсь. Перекрещу и все нормально. Больше сейчас не буду. Есть такое смешное стихотворение. Облупилась стена в туалете. Там женщина, как на портрете, машет кому-то цветком. Кому облупиться потом. Есть внуку нежные стихи. Полотенце, полотенце, я воспеть хочу тебя. Внука яблочное тельце ты укутала любя. Есть про бессонницу. Дыхание сна, отдыхание сна. Выдох сильнее вдоха. Теорию знаю я. Практика делает плохо. А во время депрессии кажется, что ты один, никому не нужен. Один раз иду, в зеленой траве стоят ненужные рваные ботинки. И такие стихи белые. Черные ботинки в зеленой траве. Кому-то вы долго служили. И вот стали совсем не нужны. Как и я. Но дождик прошел. Выполз червь дождевой. И прижался, как родной, цвета ноги человека. Хотя бы какой-то оптивизм я найду. В самом деле, выпал червячок, прижался к ботинку. Иногда, когда о пьяницах, с ужасом думаю. Вот такие стихи. Человек живет, как дерево, сразу во все стороны. Вверх и вниз, на запад, на восток. Зависит от почвы, борется с ветром. Дерево живет, как человек. Рождается и умирает. Борется за место под солнцем. Но у деревьев не бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Мамочка. Папа с гармошкой. Молодые. Это мои дети. Антон, Дарья, Агния, Софья. Это моя божничка. Ее можно потом в натуре снять. Как у бабушки была, так и я сделала. Это Наташа, приемная доченька. Сейчас говорят, она бар содержит. Значит, не прошло ничего зря. Знаешь, иксы вообще не давались. Я их заменяла конфетами. 4х равно 8, она никогда не могла сосчитать. Но 4 конфеты стоят 8 копеек, она на мах. И вот эти мои конфеты, видимо, сыграли свою роль. Считает, если бар держит. Говорила, тетя Нина, я прославлюсь, будешь только во французских платьях ходить. Я ее просто обожала. Вот она здесь рядом, и вот у меня такое сияющее лицо. Жили мы очень тяжело. Но в это же время мы писали про нее роман. Тут ведь как пишется вот. Ну, не знаю, как у других, может, у кого-то по-другому. Но у нас все не от нас зависит. Мало ли, что ты хочешь писать, это не пишется. А что-то вот хочется такое, что пишется. И вот мы сидим, пишем роман, и пишем те сцены, которые нам доставляли мучения. Как Наташа уходила бродяжничать на три дня. Вернется пальто новое продано, вишаях всех заразит. Ну, ужас. Ну, не идет текст. День не идет, два, десять, три месяца. Слава говорит, ну, давай будем писать те сцены, когда она нас радовала. Как она рисовала, как она говорила мне, что когда она прославится, то будешь только во французских платьях ходить. Ну, в общем, все эти другие сцены, они тоже были в большом количестве. Мы стали их писать, роман пошел. Здесь наверху телеграф. Куда-то у меня есть платочек. Не забудьте посетить. Две минуты по бороду. Для меня это очень важно, свобода слова. Я без этого не мыслю. Это вообще против Господа, выступать против свободы слова. Нас Господь создал свободными. Путин против Господа идет. Нельзя. Его нужно предупредить. Ну, вот напиши, что против Господа. В психушку упрячут. Так. Еще за этот заплатить. Подержите. Спасибо. Как грустно давать такие телеграммы. Сколько я их надавалась в поддержку Сахарова. Породив первых там путчистов и прочее. Сколько это думала ушло в прошлое. Вы не будете указывать? Владимиру Владимировичу? Да. Много чести ему. А что такое? Ну, а что? Горгановы или ВА. 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 Да. А помила вторая? Букур. Букур? Да. Ну, пока вот самое страшное, что было от прототипов. Вот это письмо с угрозой после покаянных дней. И как или на дверь. Намазали дверь. Ну, в общем, это самое страшное. А ты думаешь, из-за этого, что ли? А может, это просто пьяный сделал? Да ты что? Нет. Они сначала угрожали, что ты сделал. В письме. Угрожали, что дверь обослужена. Нет. Что? Страшная угроза осуществилась. Ты ведь не отмывал, а я отмывала. Знаешь, как страшно. Ну, один раз ты отмываешь, другой раз я так и прошу. Гонорары еще будут. Ну, то, что наедине скандалят им и говорят, сука, ты зачем это написала. Не будем называть имен. Да. Или пересказывают. Мы только напишем, как они выглядят. Нет. Или пересказывают, что он сказал мне, зачем это, сука, это написала. Это, конечно, очень часто, и это, между прочим, не очень с их стороны хорошо, потому что мы в самом деле маскируем. Мы маскируем с одной стороны, а с другой стороны их увековечиваем. Пятнадцать, аж куриный. Ой, тридцать. Тридцать. Вот бы такую купить, Даша. Деньги кончились. Почем эти черные? Это черные. Двести. Черные? Да, двести. Ага. И серые двести? Да. Да. Ну, что? Ну, вот и все хочется какого-нибудь Третьякова пермского найти, чтобы какую-то галерею открыл. Я бы туда пятьсот или тысячу картин написала. И они бы там висели бесплатно. Но говорят, что бесплатно будут бомжи ночевать. Надо, чтобы порублю хотя бы, но платно. Но пока никакого Третьякова нет. Так что... Ну, он, конечно, потерся уже. Кровать-то скрипит, и тут все уже износилось. Очень предгрозовой. Даже сама я удивляюсь, почему такой предгрозовой я сделала. Наверное, у меня мало было белой краски. Я вообще люблю светлые. Но, с другой стороны, ведь и вот ветер. Вот здесь я землянику на этом пригорочке собирала в детстве свое. Ну, дерево сухое должно... Всегда в лесу есть сухое дерево. Вообще в жизни всегда есть и зло, и горе, и одиночество, и несчастная любовь. Мудрость в том, чтобы из всего извлечь, в общем-то, пользу. Стать лучше, терпимее, еще терпимее, еще, еще умнее, мудрее. Вот в этом делаю. Зеленый тоже кончается. Вот я люблю все такое, вот зеленый ФЦ, чтобы... Совый клюв тут сделал, чтобы все было очень ярко. Если настроение хорошее, то могу сделать за вечер 40. Один раз хотела сделать рекорд, 41-ю хотела сделать. Уже принесла туда в краски возле телевизора. Муж лежал. Слава говорит, если ты упадешь сейчас в картину, мне тебя из картины не достать. Он имел в виду внутрь содержания. И я не стала делать. В общем, больше 40 я еще ни разу не делала. У меня рекорд 40. Если настроение плохое, как вчера, например, я сделаю 5, но зато таких, чтобы настроение поднять. Сейчас немножко нос убавим. Теперь она на ангела. Похоже, как вы вчера с Таней сказали. Я даже в записи их написала, что сказали на ангела. Я так довольна, что в самом деле я даже не замечала, что это словно крылья в размахе. Вот человек, которого я считаю своим каким-то духовным пастырем. Что бы не надо было мне в жизни осмыслить, я опираюсь там. Ее фразы типа климакс – это вопрос интеллекта для меня были руководством действия. Какой климакс, когда интеллект есть? У меня вообще все старики вызывают любовь. Я еще в молодости мечтала выйти замуж за Пикассо. Когда он на Жеклин женился, она была моя ровесница. Я думала, какой дурак, женился бы на мне, я бы его на руках носила. Автопортрет Винчи у меня вызывает, вот где он старик, просто восхищение. А потом уже лет 30 я увидела автопортрет Босха, где у него гусиные шеи, морщины. Ну такое духовное лицо. Я думала, ой, это мой идеал, мой идеал. Запоминай! Галечка, это я. Агния придет? Галя, какой код? 58. Галя, она картину принесет, можно? Целую. Агния, 58. Картину бери. Агния! Картину вот эту. 40 рублей она тебе десет. Хорошо. Какой код? 58. Я хочу написать автобиографический роман. И уже вот этот... Вот какой кулек. Буду его клеить, разбирать. Все тут у меня в ужасе, скомканно. Как говорит Кальпиди, ты думаешь, это твои золотые запасы, это твои золотые гири. И бывает, в самом деле, что-то надо найти. Найти невозможно. Но все-таки все это расклею, разберу. По главам будет автобиографический роман. Надеюсь, что смешной. В общем, вот таких много сумок. И это и есть жизнь здесь, вся моя жизнь. Когда последняя точка была нами поставлена, и даже за нее выпито с друзьями, как за первую букву в новом произведении, неожиданно наша Настя вышла замуж за немца и уехала в Германию. Комнату свою она продала. Не будем описывать, что напоследок сказала нам, чтобы не засорять окончательно русский язык. Впрочем, сама Настя говорила уже на смеси английского и пермского диалекта, что в сумме напоминало почему-то японский. Последняя фраза, которую мы слышали от нее, была именно такова. Приводим ее с ударением на первом слове. Для тех, кто не знает пермского говора. Вот эта фраза. Менемани. Вы слушали главы из романа «Воспитание» Нины Гарлановой. Местное время 19 часов 15 минут. А сейчас послушайте ее сообщение. Субтитры создавал DimaTorzok